Ну а у нас, друзья, в гостях обещанная страничка этикета и наши уже постоянные любимые гости. Евгения Сахарова и эксперт по коммуникациям Алексей Чеботаренко. Доброе утро. Послушайте, ну вот не во всех же странах принято уступать место, да, в общественном транспорте. Как, кстати, обстоят у нас дела? У нас пока еще принято, у нас галантность не отменяли, у нас не отменяли уважение к старшим, поэтому если мы видим человека, ну, намного старше нас, пожилого, или с каким-нибудь предметом для опоры, то есть трость может быть у пожилого человека, конечно, ему желательно уступать место. Кому еще нужно уступать? Ну, беременным, уже с большими животами. А как в этой ситуации девушку не обидеть, когда не уверен, беременна или просто покушала? Или не обидеть человека в возрасте, потому что некоторые обижаются на то, что делают акцент на их возрасте. Они не хотят уступать. Джентльмены пожилые, да, очень часто говорят, да что вы, я не старик, я очень даже хорошо себя чувствую, пожалуйста. Алексей так кивает, говорит, да-да, дедуля, лучше садитесь. Послушайте, ну вот еще часто, очень в переполненном транспорте заходят молодые люди с рюкзаками огромными, утолкаются, да, ну, в коем случае, да, надо снять рюкзак до того, как откроются двери подходящего транспорта. То есть не перед выходом? Ну, совет очень простой, если уже совсем вам неудобно вносить в руках, можно его перевесить на переднюю часть, по крайней мере, это не мешает, и можно, грубо говоря, будешь как будто бы с животиком, но никому не мешать. А если еще и под курткой, можно выиграть место, да? Да, может, уступать. Примерно, что я с вами вам дам вопрос, который мне очень интересует. Я часто просто наблюдаю, это хотя автолюбители, но я же в общественном транспорте, девушки позволяют себе краситься, прическу поправлять, вот прям при людях. Расческой. Я такое видел на Евровидении в прошлом году в Вене, девушка сидела, как это, тени называются, да, вот с полем, прям, да, вот такое. Нет, ни в коем случае нельзя этого делать, общественный транспорт это общественное место, наш туалет должен происходить только там, где есть я и зеркало, все, не надо это выставлять на все общее возрение. А что же делать, если сидят вот молодые люди, прячутся в свои телефоны, в смартфоны и так далее, только чтобы вот не уступать месту. Вот нормально, если я вот вижу такого юнца, обратите его внимание, сказать, ай-яй-яй, посмотри, стоит старик. Ну, ай-яй-яй, это будет не очень-то красиво, что же вы его учитель, что ли? Это скорее вопрос не этикета, а этики, но можно просто, если получится, дипломатичный подружеский сказать, вступи, пожалуйста, место вот здесь, джентльмены. То есть не спадзатырник. Извините, но всегда стоит начать, извините, пожалуйста, я нарушаю ваше личное пространство, но вот обратите, пожалуйста, внимание на человека. Ну, и последний момент такой вот, я сегодня просто, по-моему, вопросы не убиваю. Да-да-да, в основном, вот меня интересует музыку, многие слушают очень громко в наушниках, это не может порой не раздражать, что же делать тогда в этой ситуации? Ну, мы с этим ничего не можем сделать, как правило. А ножницы? Я выдерну, что мне вот приходится делать, я тук-тук по плечу, извините, вы выходите на сли, а, да, говорит, приподнял этот наушник, а у вас музыка очень громко, вот тогда я так просто говорю, вы знаете, у вас музыка очень громко, то есть тактично. Либо если человек говорит, что нет, не выходит, вы тоже не выходите, а я выхожу, а я выхожу, тогда пропускайте меня. Спасибо большое, опять необъятная тема у нас, снова не хватает времени, спасибо большое за советы, друзья, у нас, нас обучали этикету в общественном транспорте, кандидат филологических наук Евгения Сахарова, эксперт по коммуникациям Алексея Чветыренко. Спасибо, дорогие друзья, но не переключайтесь, оставайтесь с нами.